Бывший вице-президент США Майк Пенс выступил самым резким на сегодняшний день упреком своему бывшему боссу Дональду Трампу, заявив, что история привлечет его к ответственности за его роль в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Майк Пенс заявил в субботу вечером, собравшимся журналистам и их гостям на ужине Гриллерон, ежегодном официальном мероприятии в Вашингтоне, что президент Трамп был неправ, добавление, цитата, «Я не имел права отменить выборы, и его безрассудные слова поставили под угрозу мою семью и всех в Капитолии в этот день». Пенс был в Капитолии, когда тысячи американцев, нынче политзаключенных, вышли на площадь перед Капитолием, чтобы заявить свою гражданскую позицию о многочисленных фактах фальсификаций. В течение нескольких месяцев после инцидента Пенс резко выступал против протестующих 6 января, но с тех пор резко критиковал бутыщиков и поведение своего бывшего босса в тот день. Заявление Пенса одно из многих, которое прозвучало после того, как телеведущий Такер Карлсон получил доступ к более 40 тысячам часов видеозаписи и на их основании показал, что же на самом деле происходило в Капитолии, где полиция помогала якобы протестующим и открывала им двери внутри, заявив, что многие из участников беспорядков были организаторами. Но леваки даже после этих видео продолжили заявление, в том числе и демократы, да и представители республиканцев, в том числе находящихся на высоких постах, о том, что типа не верьте глазам своим, посмотрите на это как-то по-другому, так как нам нужно. Факты пытаются проигнорировать и продолжают лить нам в уши ложь. Трамп раскритиковал Пенса и подтверждение результатов. Пенс, который вместе с демократами спрятался в бункере в тот день, теперь рассматривает возможность баллотироваться от республиканцев на президентских выборах 2024 года.